здравствуйте солнышки снова я хочу сегодня приготовить тесто для хлеба на закваске и хочу показать вам как я это делаю значит у меня на килограмм муки идет где-то 600 650 грамм воды так что сейчас мы нальем буду туда же пойдет у меня закваска закваски у нас должно быть 200 грамм вот эта закваска 200 грамм закваски это все перемешиваем она должна вот так плавать воде видите это значит закваска готова сюда я сейчас добавлю килограмм муки это у меня значит 300 грамм полубяной муки 200 грамм у меня цельнозерновая и 500 грамм у меня просто пшеница пшеничная мука значит всего килограмм 300 200 и 500 я ее процедила и теперь перемешиваем пока ложечкой а потом можно и рукой немного оставим тесто на полчасика а потом будем его подтягивать и когда мы начнем его перед тем как мы его потянем я добавлю туда 20 грамм соли которые у меня тоже вот здесь немножко с водой я его размешала мы размешаем первое тесто с солью а потом потянем и оставим опять на полчаса или 45 минут как вам удобно как вы хотите проблем нет и так три раза три раза на четвертый раз мы ее когда потянем уже можно будет тесто формировать и положить формочки и это все покажу а потом в холодильник холодильник минимум на 8 часов но я накладываю на ночь вот сейчас если я приготовлю значит она у меня подойдет где-то вечером через несколько часов я ее формирую и положу в холодильник а на утро можете печь или не обязательно утром можно и днем и вечером в общем самое главное чтобы она вас минимум 8 часов пролежала в холодильнике хорошенько перемешаю муки у меня очень мука и вода вернее очень хорошо я добавил иногда зависит от муки и от воды какое тесто получится вот сейчас у меня очень хорошо получилось как раз то что надо перемешать и оставлю тесто на полчаса можно и миксером взбить если хотите можно взбить миксером вот так тесто у меня готов все тесто накрою и оставлю такси тесто у нас полежала полчаса теперь будем добавлять вот у меня здесь стакане с водой 20 грамм крупной соли которая пойдет в тесто пожалуйста теперь перемешиваем перемешиваем хорошенечко вся соль вошла в тесто должны почувствовать что соль впиталась и водичка тоже не зашла в тесто и красивенько так переворачиваем на другую сторону я думаю что у меня уже готова водичка и соль впиталась вот так теперь оставлю тесто дальше на полчаса опять закрою теперь в следующие полчаса когда я открою через полчаса буду только вытягивать тесто вот так до встречи солнышке я включилась снова прошло еще полчаса еще сейчас я буду растягивать тесто посмотрите как я это делаю вот так со всех сторон она уже подходит вот так ну еще одну например все и оставляем опять на полчаса и снова я здесь опять подтяжку будем делать вот так выглядит тесто я значит опять выйти ну вот так еще два раза я сделаю все это значит у нас второй раз после соли еще два раза такие подтяжки значит через полчаса и еще раз через полчаса и оставлю тесто уже подниматься а потом покажу вам как я уже формируем тесто пока пока так солнышке я опять подключилась мое тесто я буду вытащила уже она очень хорошо подошло стол я посыпала рисовой мукой и пшеничной в перемешку потому что только пшеничная мука будет впитываться в тесто а это нам не нужно нам нужно чтобы мы работали и она нам не мешало бы я формочки также я посыпала полу рисовой полу простой мукой пшеничной как говорится теперь мы значит делим тесто на две части я делаю два хлебушка вот так одну часть и вторую часть значит вот так в кружочек в колобочек и также вторую часть вот так все теперь я дам этом двум кружочком двум колобочком полежать минут 15-20 и потом покажу что будем делать дальше все мои хорошие я снова с вами значит тесто у меня отлежалась теперь мы будем дальше работать я покажу вам что я делаю с тестом вот так это немножко подвину чтобы не мешало вот так мы тестом раскрываем немножко по возможности его на растягиваем он очень хорошо у меня поднялось и складываем вот так вот так и вот так а потом значит вот так он увидим мы собираем тесто и закручиваем закручиваем теперь посыпем сколок снова мукой и руки и я вот так еще раз складываю это тесто вот так и она пойдет так мою вот эту формочку вот так сверху обязательно надо посыпать мукой вот так она у меня пойдет сверху я опять сыплю мукой так чтобы хорошо со всех сторон и сверху закрываем вот так вот так вот так она у меня пойдет холодильник также точно обрабатываем второй кусочек вот так растягивай немножко липкая но это хорошо немножко трудно работать ну зато будет вкусно хлебушек вот так и опять закручиваем руками немножко вот так потом опять же я его складываю вот так тоже пойдет у меня форму все также это закрою я и сверху посыпем вот так посыпем мукой и все готово мое тесто я закрою пойдет холодильник до утра а завтра утром будем печь хлеб я вам покажу как у меня получилось до встреч пока пока